С 4 декабря в Приморской государственной картинной галереи стартовал выставочный проект «Валентин Серов и собрание музеев России». Уже более тысячи человек воочию познакомились с произведениями выдающегося русского художника. Конечно, на самом стакте говорить о том, что выставка успешна, конечно, да, она уже привлекает интерес, такой мощный интерес у приморских зрителей, даже несмотря на эту очень сложную эпидемиологическую ситуацию, киар-коды, которые требуются от наших посетителей. Валентин Серов без преувеличения является выдающимся портретистом рубежа 19-20 века. Тихий и скромный по натуре, он обладал непререкаемым авторитетом среди мастеров своего времени. Его наследие и творческие достижения имели большое значение и влияние на все последующее русское искусство. «Одной из жемчужин нашей выставки является работа портрета Делайды Яковлевны Семановича в «Замужинстве фон Дервис». Эта работа, хранящаяся в собрании Государственного русского музея в Санкт-Петербурге, безусловно, считается одной из важнейших в творчестве художника. Мы, конечно, знаем ее сестру Делайду Яковлевну, знаем по работе, которая известна нам с детства, «Портрет девушки, освещенной солнцем». Да, в той работе мы видим Марию Яковлевну Семановичу, а здесь мы видим Аделаиду Яковлевну Семановичу, ее родную сестру и двоюродную сестру художника. Стать натурщиком для портретов Серова был большой риск, так как он был очень требователен как к себе, так и к модели. Его считали беспощадным художником, работал медленно и героем своих творений никогда не льстил. Он просто изматывал длительностью сеансов. Но как бы там ни было, серовской кисти желали очень многие, и вопреки всему знатные аристократы выстраивались к нему в очередь. Серов умел проникновенно и точно передать натуру, заглянув под маску, где некоторые искусно могли скрывать особенности своего характера. Серова считали очень модным портретистом, востребованным портретистом, но его считали очень злым портретистом. Своим портретом он мог просто безжалостно пригвоздить модель. И очень нередки случаи, когда заказчики через некоторое время очень такими блабовидными способами избавлялись от портретов, передавая их в том числе в музее. Это вспомним, конечно же, портреты Ольги Орловой, Иды Рубинштейн и так далее, и тому подобное. То есть мы говорим, что он был очень суров к своему, очень суров, требовательный и безжалостный к своим моделям. Среди несомненных шедевров Валентина Серова серия его иллюстраций к басням Крылова также занимает большое и важное место. Увидеть картины художника, узнать об истории их создания в Приморской картинной галерее можно до 13 марта 2022 года. Затем произведения вернутся в свои родные музеи. Анна Дьякова, Илья Тишкин, Новости на Восьмом.